Приветствую вас, я полагаю, что вопрос здесь заключается в том, как вы вообще понимаете долго, то есть, что такое долго, это как, как это долго, то есть, понимаете, вот именно как это долго является основным моментом, то есть, долго на самом деле не может общаться никто, вообще, именно долго, понимаете, то есть, долго никто не может взаимодействовать с другими людьми, то есть, к каждому из нас, к каждому из нас нужно отдохнуть рано или поздно, то есть, это вообще, в общем-то, нормально, абсолютно, вот, поэтому тут надо сперва определить именно временные рамки, какие они временные рамки, вот, понимаете, то есть, если вы как-то, вот, сразу прямо устаете, да, там, например, 10 минут пообщались, все, все устали, вот, это одно, то есть, тут, как бы, это проблема, в таком случае, то есть, тут вы видите угрозу, значит, в людях, и так далее, и в таком случае, нужно разбираться, что это за угроза, и почему вы воспринимаете общение именно так, а не как-то иначе, как-то по-другому, вот, но, если это, там, не знаю, часа, два, три, четыре, и после этого вам надо отдохнуть, то это, я полагаю так, что абсолютно нормально для любого человека, то есть, это, в этом нет ничего аномального, именно, понимаете, какая история, вот, вот, поэтому, первонаперво, нужно, вот, именно, именно, вот, в этом контексте рассмотреть данный вопрос, надеюсь, вы понимаете. Следующее, значит, так, не могу близко и долго общаться с людьми, даже если они мне дороги. Ну, и что значит близко, тоже не совсем, не совсем понятно, что значит близко. Так, мне нужно пространство и перерывы в общении, из-за этого много проблем в личной жизни. То есть, понимаете, если вы просто чувствуете себя некомфортно, да, вот, ну, при взаимодействии с людьми, то ещё раз говорю, это серьёзно, это серьёзно, если вы просто чувствуете себя некомфортно. Это проблема, проблема, действительно. Если вы после долгого времени с людьми чувствуете себя как-то вот, ну, как-то не так, то это другой момент. То есть, что значит близко и долго, понимаете, близко и долго, это очень такие оценочные суждения, на самом деле. То есть, это оценочные, просто для каждого, это, ну, своё. То есть, для каждого человека своё понимание того, да, что есть близко, что есть долго и так далее. И, соответственно, чтобы дать вам грамотный ответ, да, чтобы не навредить вам, что, в общем-то, очень важно, важно не навредить, нужно вот как раз все детали понять. То есть, все детали вашей ситуации. А пока эти детали, они вообще не ясны. И, понимаете, вот. И, соответственно, ответить вам можно, но, опять же, всё это будет таким поверхностным, на мой взгляд, да. Смотрите. Значит так. Нервность на пространство и перерыв в общине. Из-за этого проблемы в личной жизни. Вот. Вы можете для себя ответить на вопрос, для чего вам пространство и перерыв, перерыв? Что это вам даёт? Какое ощущение это вам даёт? И что мешает вам? По причине чего? Вы не можете так же себя чувствовать с людьми. То есть, вы чувствуете себя обязанной, обязанной им или как-то ещё что-то. Понимаете? То есть, это вот такие очень важные моменты. Что именно вы чувствуете, когда вот, ну, общаетесь с людьми? Что именно вы ощущаете? Что именно неприятно вам? Вот на что нужно обратить внимание. И было ли так всегда? Или это произошло вот только, там, ну, относительно недавно, когда произошли какие-то события в вашей жизни? Понимаете? То есть, вот на эти все вопросы нужно ответить, сперва. Потому что, знаете, если это всё в рамках разумного, да, то есть, как я уже сказал, вот вы, там, общаетесь, грубо говоря, с человеком пять часов. Или четыре часов. Или четыре. Вот. И естественно, что вам тяжело и некомфортно взаимодействовать с ним, там, что вы устали. Но, с другой стороны, если человек вам нравится, если человек ваш, если вы доверяете этому человеку, если вы не, ну, не беспокоитесь о том, как вы будете выглядеть в его глазах, например, то можно и общаться. То есть, получается, что либо вы никому не доверяете, либо вы абсолютно не анализируете то, что, вот, происходит с вами. То, что происходит с вашей реакцией. Вот. Знаете, какая история здесь? То есть, это очень важный, важный на самом-то деле момент для понимания картины вашей в целом. Да? Да? Дальше идём. Так. Проблемы какого рода? Подскажите, можно ли как-то с этим справиться? Значит, так. Вы говорите, перетерпеть не получается, это как инстинкт самосохранения. Ну, а вот в чём вы видите угрозу, например, вот здесь вот, в этой ситуации? В чём вы видите угрозу для себя конкретно? То есть, как вам это угрожает? Ну, вот, общаетесь вы с человеком два-три часа, да? Как вам угрожает это? А вы понимаете, одно дело, если вам просто с человеком не интересно взаимодействовать, просто вот, ну, просто не интересно. Это одно дело. Совсем другое дело, если вы с человеком взаимодействуете, вам хочется, вам интересно, вам нравится, и вы все равно чувствуете вот такую историю. Это совсем другой момент. Ну, однозначно, однозначно, что тут надо смотреть, тут надо смотреть, что и как вообще происходит с вами. Потому что, вот, ну, пока, да, это очень непонятно. То есть, вообще, справляться не нужно. Именно справляться. Потому что, что значит справляться, значит, подавлять себя, да? Вот. А подавлять себя ни в коем случае не нужно. То есть, если вам не нравится, если вам некомфортно, то терпеть это, терпеть это, безусловно, не стоит. Но и причины того, почему так, тоже нужно увидеть. И наши проблемы в личной жизни, они продолжатся. Вот. С другой стороны, я еще раз говорю, может быть, у вас окружение такое, что они, вот, оно почти не понимает и не принимает то, что с вами вообще происходит, то, что вы чувствуете. Может быть, они хотят с вами постоянно общаться. Такое, знаете, тоже может быть. Но и в этом случае, и в этом случае, вы можете, а, сменить окружение, б, это просто поменять свое поведение так, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы люди поняли, что как вам удобно, как вам комфортно и так далее. Вот. Вот. Это вот такая тоже история. То есть, можно делать вот так. И, по сути, все это на ваш выбор, по сути. То есть, вы сами решаете, хотите вы так или нет. То есть, как вы будете делать, как вы будете поступать. Вы сами решаете этот вопрос. То есть, вот, вот так и нужно подходить к этому. Понимаете? А не так, что, вот, мне надо справляться, я должна с этим справиться и все. И я, значит, буду справляться с этим. Понимаете? Ну, это, это не то. Это не так, не так. То есть, вы не будете счастливы, если будете вести себя подобным образом. Понимаете? Вы не будете получать удовольствие от взаимодействия с людьми. И вам действительно будет сложно выстраиваться контакты. Вот. Другое дело, если вы чувствуете себя неуверенно. Другое дело, если вы чувствуете себя как-то вот дискомфортно с людьми. Это другой момент. И это уже повод поработать вам с психологом. Потому что подобные вещи, это определенные, ну, отклонения от нормы. Причем настолько, насколько это вам вредит. И, собственно, это можно опять же подкорректировать так, чтобы вас перестало это беспокоить. Вот. То есть, все это, еще раз повторю, можно сделать. Все это можно подкорректировать. Было бы желание. Вот. Именно с вашей стороны. Вот. Такая вот история, такой вот ответ можно дать вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Значит, смотрите, вы говорите, что контролируя себя ежедневно, начинаю терять связь с реальностью и вести себя, значит, неадекватно. Ну, опять же. Опять же. Знаете, что значит, связь с реальностью теряете вы? Что значит контролируете вы это? Что значит вы ведете себя неадекватно? То есть, как это? Вот как это неадекватно? Это все очень оценочное, опять же, суждение. Понимаете? Это оценочное суждение. Неадекватно по отношению к кому, неадекватно с точки зрения кого. Понимаете? Вот. Вот в тегах, например, вы написали, что у вас есть страх. То есть, вы говорите, я не могу. На инстинкт самосохранения у меня включается. То есть, очевидно, что есть вы угрозы видите себе. Вот. А в чем угроза? Может быть, вы боитесь, что люди, например, узнают о вас что-то? Что вы скрываете? Ну, по вашему мнению. И вот, собственно, из-за этого вся и проблема. Понимаете? Вот. Я полагаю, что исходить надо из того, что у вас есть определенные трудности в личной жизни. Вот. И исходить нужно именно из этого. Из того, что есть трудности в личной жизни. То есть, вот, есть трудности, вы хотите их решать. Грубо говоря. То есть, вот, например, молодой человек, да, допустим, допустим, допустим. Молодой человек. А он, допустим, хочет с вами, ну, общаться. Вот. А вы с ним общаться, например, не хотите, ну, так, как хочет он с вами. Вы не хотите общаться с ним таким образом. И, вот, как вы считаете, как вы считаете, вот, что в этой ситуации нужно делать? Вам меняться или ему? Понимаете? Если просто подавлять себя, ну, тут, знаете, вот вы говорите, что вы теряете связь с реальностью, но, по факту, да, просто даже если вы научитесь обращать на это внимание, да, то есть, с помощью НЛП, например, нейролингвистического опрограммирования, то, по факту, все равно будет такая ситуация, что вы будете несчастливы. И можете ли вы тогда быть собой в отношениях с мужчиной, да, ну, большой вопрос. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно вот все-таки подробнее рассмотреть эти свои оценочные суждения, во-первых, во-первых, и, во-вторых, обязательно, обязательно увидеть, что же закроется за этим вот инстинктом, скажем. Так? Вот. Справиться можно, но не так, не так, как вы это говорите, не так, как вы это себе представляете. Справиться можно совсем по-другому. Не подавить, а, наоборот, раскрыть. Сейчас вы это пытаетесь себе зажать, и, соответственно, зажимая, да, вы иногда просто не выдерживаете, и ваши желания, они прорываются, как бы. Вот. Если этого не делать, если вести себя, если поменять свое отношение к этому, то я полагаю, что ситуация будет куда более, ну, утешительной для вас, скажем так. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, а буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.